У самых скоростных, а самые скоростные это меч рыбы, мэрлины, вот у них резко оттянутый вперед, такой шевообразный, парусники, вот, это все совершенно не биопопы. Ну представьте себе, меч рыба протаранила добычу и насадила на свой меч. А как она ее съест? Рук-то у нее нет, а даже если бы вы гибли руки, длина ростома такая, что не дотянешься до конца. Это обтекатель, позволяющий резко снижать сопротивление при движении воды. А вот это универсальная лопата. Дело в том, что питаются и пилорыва, и пилорыва, а это две разные группы. Внешне они очень мало отличаются. Хотя пилорыва это на самом деле скаты, а рыба-пилы это акула. А, получается, они будут одним признаком. У всех акул жадерные щели с боков в тело, вот здесь. А у всех скатов жадерные щели с неба. Питаются они всякими донными существами, которые роются в хрунте. И вот, для взрыва времени, а потом... А зачем вы водили? Что такое... А, ну на горых ты на энергию возился. Или возился? Возился. Есть такое огородное орудие, такая трехзубая тяпка. Есть. А почему не просто лопатка? Чтобы... Чтобы проходить. Ну, разумеется, крупные щелицы, чтобы проходили. Ровно то же самое. А я не знаю, если вот взять рыбку, у нее рост рум огромный, если у нее тут находится, будет ли я ее с ним мешать любить? Может ли она вообще... Будет постараться избавиться. Избавиться можно только за счет трения, какой-нибудь прочный предмет. Дело в том, что все вот эти вот сверхскостники, они рыбы открытого океана. Они редко подходят к берегам. Так что для них это очень большая неприятность. Ну, а в Британском музее хранится такой занятный экспонат, выпиленный прямо из борта такого боссудня. Кусок обшивки, дубовые доски, полученные в мою ладонь. Значит, корабельный шпанголт, вот такого сечения дубовый брус. И за ним стояла бочка с вогнами. Ну, что такое бочка, понимаете, да? Хорошо. Вот все это хозяйство, пробитое кростромом пилы рыбы. То есть она шла на скорость порядка сотни километров в час, массовая порядка трехсот килограмм. И энергии удара вполне хватило, чтобы от хозяйства посадить. Ясно, что это не была попытка потопить корабль. Это была ошибка навигации. Ну, не развернулось. Про язык у рыбы. Или слева? О, языки у рыбы была разная, как и все остальное. У большинства рыб это такая складка, которая идет по дну нижней челюсти. И, в общем-то, не очень подвижная. Вот сейчас я вам покажу некоторые языки и дам попробовать. Правда, очень аккуратно. Попробовать не на вкус, а попробовать пальчиком. Щука, наверное, да? А, да. Щука. Щучегова. Так, очень аккуратно. Попробуйте вот так сюда ввести пальчик и пощупать, что у вас по пальчику. Ни в коем случае не дергайтесь. Потому что помочь вам после этого будет очень трудно. Обратно вынимать пальцы. Очень-очень аккуратно, не дергаясь. А посмотрите, где он еще как съест. Вау. Вау. А, из языка? Не только из языка, на нем вы посмотрите. Какие у него классные зубы, однако. В чудесном языке. Целые участки, по форме, как лента. На небе, на языке. Вот наши зубы, которые на чуестных костях, называются крыльевые зубы. Они по краю лежат. А кроме этого, есть всякие другие зубы, как вы видите, в большом количестве. Ну и зачем нужны вот эти вот нюбные зубы, насосники и зубные языки? А они такие прямые копии вниз направлены или вверх? Нет, чтобы добыча не смогла выйти. Правильно. Они же закошенные в сторону лодки. И после этого легкие движения языком вперед-назад. Вперед язык нормально идет. Вот эти зубы мешают или нет, пробинцы в эту сторону. Не мешают. А когда язык назад пошел, он что делает с добычей? А он ее проталкивает в губь. Вот за счет вот таких движений углубляется захват. Я отвлекал по поводу языков рыбы. Ура! Вот преимущество хорошее коллекция. Когда почти на любой вопрос, нужно не только словами. Трогать дать. А подошел, вынул, показал. У нас такая история была. Ну, на самом деле. Девочка, семья, приехала из Коваровского, Москвы. В начальной школе учительница спрашивает. Видите, какие рыбы вы знаете? Она поднимает руку и говорит, калуга. А эта рыба, она водится только в Амуре. Да, ну не только в Амуре, но во всяком случае в европейских бассейнах и нет. Да. Ну, учительница посмеяла ее на весь класс и сказала, калуга – это город. Все, они в запросто. Ну, учителя бывают разные, еще раз говорю. Так же, как учителя, по секрету вам скажу, учителя тоже люди. А люди, как известно, бывают разные. О, очень хороший грудиент, вот здесь удачно. Только смотри, дело пока вертикальный грудиент. Вот это совершенно правильно. Но дело в том, что есть еще и вот такое. Не вот такое, вот такое. Вот это самая выпуклая часть. Поэтому вот здесь, вдоль поперечного затылочного, вот видишь, здесь тоже не вакула сранят. Так что вот это светлое выделение твое будет вот сюда завидоваться, конечно, из светлой зоны. А вот здесь тень. Да, вы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.